Добрая сказка Шарля Перо, которая знакома каждому из нас еще с детства, рассказывает о приключениях трудолюбивой Золушки. Красивые истории со счастливым концом продолжают радовать и удивлять нас до сих пор. Именно эта сказка ассоциируется у многих с Новым годом, а потому в преддверии праздников творческий коллектив брестских кукольников решил представить именно этот спектакль – постановку о человеческой доброте, наградой за которую стало обретение истинного счастья. Я видела, как работает режиссер. Это был достаточно такой немаленький отрезок времени в понятиях постановки. И те задачи, которые я ставил, это должен быть спектакль настроения, спектакль такой драйв, спектакль, где не плакать и плакать и жалеть Золушку, а где вот просто погрузиться и с такими какими-то впечатлениями подъема, веселых каких-то восприятий тех эпизодов, я думаю, что это получилось. Удивительная атмосфера, современные декорации и волшебная музыка – все это ждет зрителя в спектакле. Мне снится сон, что у меня есть друг, что нет его надежнее и вернее, что все в цвету и что весна вокруг. Мне снится сон, что счастлива во сне я. Над постановкой трудились режиссер Игорь Казаков и художник Белорусского государственного театра «Кукол» Ольга Дворовая. Это не первый опыт их сотрудничества с брестскими кукольниками, а потому найти общий язык и подход к каждому члену большой творческой труппы удалось. Подготовка спектакля длилась три недели. Я считаю, что это не такой уж большой срок, но за эти потрясающие три недели вот слепился этот замечательный спектакль. Когда любишь свою профессию, мне кажется, получается все быстро и легко. Сказка, которая укрепляет веру в чудеса и настоящую любовь. Актерам Брестского театра «Кукол» веришь, сопереживаешь и вместе с ними радуешься. Каждая из них проживает свою роль на 100%, а потому и сказка получилась такая искренняя. Для наших актеров, конечно же, сделали все. Но самое главное – это внутренняя часть тебя, твое нутро, то, что ты сам думаешь. И мне кажется, актер может создать волшебство, даже если перед ним нет ни света, ничего. На голой сцене он это сможет. А сейчас сделали все для этого, поэтому я считаю, что зритель должен удивиться, и должны быть огромные всплески эмоций позитивных. Первый показ новой постановки на сцене Брестского театра «Кукол» пройдет уже в эту субботу, 19 декабря. Кто придет сюда, и большие, и наши маленькие зрители, и взрослые, я убеждена, что получат такое эмоциональное удовольствие и заряд новогоднего настроения. Елена Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.